Это ваше дело подписывать этот документ, не подписывать этот документ. Я только могу прокомментировать то, что если господин Пенковский это сказал, то да, вам надо поднять руки и уже идти сразу на восток и сдаваться. Я вот здесь, потому что я верю в то, что сказал ваш президент. Демократы уже в агоне, они не знают, в чем обвинить Трампа. Как Обама нагнулся к Медведеву и сказал, подождите до выборов, когда меня переизберут, я скажу Володе, что я тогда буду более гибкий. Это их не волнует. Тут происходило что-то нечистое. Единственное, что хорошо в этом, что он теперь сможет давать показания. Мои витания усим, кто разуме с нами на Политека Онлайн на канале Бест Цензуры. Я рады витати в нашей студии капитана першого ранга військово-морских сил с полученных штатей в Америку витставцы Гарри Юрия Табаха. Гарри, приветствую вас. Да, я желаю. На прошлой неделе состоялась встреча американского президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Мы много с вами говорили об этой встрече. Вы делились неоднократно своими ожиданиями. Вот эта встреча состоялась. Мы знаем на фоне какого скандала она имела место быть. И, собственно, и в Соединенных Штатах Америки была инициирована официальная процедура импичмента президенту. Тем не менее, какие ее итоги из того, что мы знаем именно в публичной плоскости этой встречи, исходя из той информации, которая есть в информационном пространстве? Ну, я думаю, что, конечно, это испортило их встречу. Оно не могло не испортить. Потому что ваш президент Зеленский далеко не дурак. Он понимает, что его привели в жертву, его страну, его самого лично. Президента Трампа, демократическая партия ничего не пожалела, никого не пожалела в этом. С этого доноса, который был написан одним из предателей или шпионов, я не знаю, кто там, стукачей, который это выдал. Разговор, как могут потом два главы любой страны друг с другом разговаривать, если это потом становится публичным. Как может быть какой-нибудь договорняк или еще что-то. Есть такая притча, мудрая, мудрость такая народная, я не знаю, кто и сказал, я думаю, что это вышло из народа, что нельзя читать письма чужие, нельзя подслушивать чужие разговоры и потом это отдавать публике. Там ничего не было сказано такого плохого, там ничего криминального не было сказано, все было нормально. Ну, то же самое, что тебя подслушивает, но никто не будет говорить. Вот мы сейчас с тобой говорили до того, как камеры включились, правильно? Ты представляешь, если бы нас слушали все, о чем мы сейчас с тобой смеялись, надсмехались, шутили, да? Многие, это бы был скандал, даже на нашем уровне. А на таком уровне уж, конечно. С учетом тех тем, которые мы с вами обсуждаем вне эфира. Да, вне эфира. Поэтому нельзя так поступать, и это неправильно, и это делается только для того, чтобы навредить Трампу, навредить Соединенным Штатам Америки. Только как объявили этот импичмент. Прекрасно понимаешь, что этого импичмента не будет, что это никогда не дойдет до этого. Да и я не уверен, что и Конгресс проголосует еще за это. Но в этот момент падает экономика, рынок рушится, американский, беспрезидентный, который был вообще в истории Соединенных Штатов Америки. Трамп выглядит плохо. Принесли в жертву президента молодую демократию, молодого президента. Да, и Зеленский не в лучшем свете, да. Да. Для чего это сделать? Кому от этого выгода? Выгода это России, выгода это Китаю. И это главное, чтобы демократы понимают, что они не выиграют в следующих выборах. Что Трамп будет переизбран. Байден не конкурентом. Поэтому они и Байдена принесли в жертву, его сына, свою партию. Лишь бы избавиться от Трампа. Поэтому даже многие демократы говорят, если мы не устроим импичмент, его переизберут. Боже мой, случится демократия, народ переизберет президента. Они не могут это допустить, потому что это социалисты, это коммунисты, это марксисты, вы как хотите их назвать. Им нужно привести страну в такую кондицию, как Венезуэла, Куба, чтобы был полпад, чтобы взять правоохранительные органы и превратить их в карательные органы. И вот чего они добиваются. Они добиваются, и у нас уже идет, я считаю, такая холодная гражданская война. А как могут два президента? Уже ваш президент вышел, сказал, никакого давления не было. Ну вот же транскрипт, вот же, как по-русски это говорит? Ну, собственно, стенограмма. Стенограмма, что там никакого давления на меня не было и не могло произойти на меня никакого давления. Я сам хочу это расследовать. Я сам избрался на платформе борьбы с коррупцией. А это явная коррупция происходила в стране. Поэтому это уже как бы смешно. Это что получается, что теперь могут разговаривать главы или даже там компаний, или главы государств, как Сталин с Рузвельтом. Знаете, когда-то говорили и делили мир, значит, и выпили, и Рузвельт разболтался, утром проснулся, говорит, боже мой, что я вчера наговорил там, звонит, говорит, Йося, дружище, анкл Джо, ты там своему переводчику скажи, чтобы он язык придержал, чтобы не болтал, о чем мы вчера говорили. Он говорит, не волнуйся, дружище, его уже расстреляли. Поэтому только так теперь они могут общаться. Теперь уже некоторые политики требуют от Зеленского опубликовать стенограммы его разговоров с Путиным. С Путиным, правильно. И давайте тогда и Байдена, и Обамы с Путиным, и с всех остальных президентов, о чем они все говорили, о чем они договаривались. Но не было такого, чтобы как Обама нагнулся к Медведеву и сказал, подождите до выборов, когда меня переизберут, я скажу Володе, что я тогда буду более гибкий. Это их не волнует. Или же мне нужно посоветоваться с Владимиром. С Владимиром, я его передам, да, я посоветую. Понимаете, конечно, это так невозможно управлять страной, так невозможно создать порядок в мире. Это будет драка, это все политически. Ну, Трамп, они уже не демократы, уже в агоне. Они не знают, в чем обвинить Трампа еще. Уже и четыре расследования было. Сейчас еще одно расследование. Это все мои деньги, мои налогоплательщики, деньги. Президенту не дают работать. Даже президент Картер, уже маразматик, сказал, ну, беспрецедентно, чтобы президента так давили, чтобы президенту вот все время импичмент, 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 импичмент. И народу уже надоело. Это третий сезон, 48-я серия этого импичмента, и ничего не уходит. Смотрите, парадоксальная ситуация. Трата денег. Выборы-то ваши, выбирают-то вашего президента. И Украина уже на вторых подряд выборах находится вот в этой повестке, как и в 2016 году. Ну, в 2016 году никто про Украину не слышал. Я думаю, что президент Трамп даже не знал, где такая Украина. Он знал, что его жена откуда-то, с этого региона, может быть. Ну, не более. Была Россия больше. С Россией не сработало. Расследование показало, что никакого договорника, никакого там сговора с Россией не было. Теперь с Украиной. Ну, теперь вы, конечно, на устах большинства американцев. Теперь все знают, где Украина и что Украина. Хотя наш главный инквизитор демократической партии Адам Шеф сказал, что Советский Союз напал на Украину. Да. В 2014 году. Какая осведомленность. И вот. Понимаете, сейчас они уже, я думаю, это будет продолжаться до выборов. И я думаю, что уже обвинят скоро Трампа и начнут импичмент процесс его. То, что он укрепил американскую экономику и рынок укрепил и безработицу понизил в Америке беспрецедентно, потому что у него бизнес в Америке. А это конфликт интересов и за это надо ему устроить импичмент. Я думаю, что они уже скоро дойдут до этого. И что он армию укрепляет нашу вооруженные силы, чтобы защищали американские интересы. Потому что у него бизнес в Америке. Вот я думаю, скоро они дойдут до этого. Гарри, смотрите, вот мы результат встречи Зеленского и Трампа вот обсудили, вы проанализировали с точки зрения определенных минусов, с точки зрения негатива. А если мы будем говорить о плюсах вот этой встречи, опять-таки исходя из той информации, которая является публичной. Что бы вы отметили важного в этой встрече? Ну, я думаю, что важно, что, во-первых, они познакомились поближе, у них прошло такое крещение боем. Я думаю, это их сблизит. Есть такая хорошая русская поговорка, нас сношают, а мы крепчаем. И поэтому это их дружба, я думаю, сделает сильнее. И ваш президент и наш президент, ну, наш президент уже привык к этому. А ваш президент привыкает, он, как он сказал, он учится этому. Он, у него такое раннее крещение боем, что он понимает, что такое политика, что это грязь, что это придуманное, что с политиками очень... Это далеко не игра. Тяжело. Ну, это игра. Страдают от этого, конечно, народ, обыкновенные люди. Как мы уже с тобой до передачи говорили про войну. Страдают просто люди, которые просто хотят мира и просто работать. Они даже не понимают и не хотят включаться в политику. Но, к сожалению, так мир существует, и это нечестно. Я скажу, что я, например, имею очень... Мне сложно общаться с политиками. Мне сложно с ними иметь... Вот я был на телевидении недавно, у вас пару дней тому назад, и я не знал, о чем будут эти дебаты, но это были дебаты. Я понял, что я оказался на чьей-то стороне. Вот тут три человека, и тут три человека. И у нас дебаты, и тут ведущий как бы нас разделяет. И я понимаю в какой-то момент, что я на стороне, видимо, президента Зеленского, потому что рядом со мной стоит народный депутат от партии Зеленского, а дальше правозащитник, но молодой, такой Зеленского типажа. А там стоят такие уже мужчины моего возраста, побитые... Солидового. Да, побитые жизнью, такие покоцанные слегка, с пузиками, и громкоговорящие такие. Вот. Я понимаю, что я не... Хотя я тысячу раз говорю, что я не на стороне Трампа, я не на стороне ваших политиков никаких. Это ваше дело, не мое. Я просто как гость вашей стране уважаю ваш выбор. Вы выбрали бы Порошенко, я бы уважал его, пока он придерживается демократических ценностей. Вы выбрали Зеленского, я уважаю вашего президента Зеленского и желаю ему удачи. Все, не вдоль. Поэтому, когда я это осознал, я сказал, я аплодировать не буду ни тем, ни другим. Чтобы они не говорили согласен, я с этим не согласен, это не моего умодела. И зашел разговор о войне. Как надо воевать с русскими, куда, как в лобовую идти, освобождать Крым. Ну, и понятно, это крымские татары, им надо освобождать Крым. Я понимаю, о чем они говорят. Понимаю их боль за это. Я стою, но я также понимаю, что никто из этих людей никогда не был близко к войне. Никто из этих людей никогда своих детей на войну не послал. В отличие от меня. И я сказал, подождите, кто-нибудь из вас здесь был на войне? Кто-нибудь послал своих детей на войну здесь? И этот крымский народный детопад стал на меня кричать, орать. Я говорю, подождите, я еще ничего не сказал. А он же меня обвинил в десяти вещах. Он сказал, ну вы аплодировали. Вот он сразу придумал, сразу с него как с гуси вода. Кому аплодировали? Кому аплодировали? Ну, не понимая даже, что я офицер, что обвинить меня в таком, в том, чего я не сделал, это обгадить мою честь. И у них этого понятия нет. И вот Адам Шиф, наш главный инквизитор в демократической партии, вызвал в Конгресс нашего одного из самых больших героев, человек, который прослужил 36 лет, 34 года, он был морским котиком, командовал морскими котиками, свою жизнь подставлял много раз в опасность и потерял, наверное, ни одного своего ребенка в боях за Соединенные Штаты Америки, в спецоперациях. И вот этот человек теперь возглавляет нашу разведку, все разведные. Ну, так как донос был из разведки, они его вызывают и вот этот сенатор, который сам наврал когда-то про свою службу во Вьетнаме, начинает унижать и долбить этого героя. И вот ты видишь этого человека, который прошел такой жизненный опыт, который сидит там и не знает, куда деться. У него в глазах унижение, даже может быть страх какой-то перед этими людьми. И вот за что это? Им абсолютно пофигу, кто это, что это, кому они обращаются. Они его готовы были унизить и размазать по стенке этого человека. Только-только, чтобы он сказал, что да, он прятал документ, что он прятал стенограмму, что он на него вовремя отдал, что разведка не делает свое дело. Но, конечно, он устоял этот удар, этот человек. Но мне было так противно, что у меня аж тошнило смотреть на эту картину. Гарри, вот возвращаясь к результатам встречи Зеленского и Трампа. Извините, я забыл, что он в Украине, я про свое. Вы очень интересно рассказали. Вот у нас как-то пошла череда отставок, как в Соединенных Штатах Америки, так и в Украине. Возможно, здесь не следует искать каких-либо закономерностей, может это просто совпадение. Совпадение в Украине подало в отставку секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в Соединенных Штатах Америки со своего поста ушел Курт Волкер. К сожалению. Да, вот вы говорите, к сожалению. Почему к сожалению? И, собственно говоря, на ваш взгляд, какие причины отставки господина Волкера? Про вашу я не буду говорить, потому что это ваше умоделло. И это, я считаю, правильно. В демократиях не должны люди сидеть в одном кресле долго, они должны уходить в отставку, когда они сами уже понимают, что они не нужны, или они чувствуют, что они сделали все, что могли сделать, и теперь это время других, молодых, просто других. Вовремя уйти, вовремя уйти, это всегда правильно, а не ждать, пока тебя ногами вперед в мавзолеи вынесут. Это же не генсеки. Да, потому что люди должны идти на такие должности, понимая, что они идут служить народу, что они идут служить своей стране, а не себе. И когда они понимают, что они исчерпали себя, они должны уйти. Не должны, а должны понимать, что они должны уйти. Я считаю, что Корт Вокер был лучшим другом Украины. Он это делал, правда, очень горячо и очень переживал за вашу страну. Он занимался это не ради славы, не ради денег. По-моему, он даже без оплаты делал, у него не было зарплаты. Это же не основное место его работы. Не основное место его работы. И не основная его деятельность. И он очень лоббировал сильно за Украину. И в одной из программ Пеньковский сказал, что это из-за Трампа он ушел, потому что если бы не он, то Украина бы не получила летального оружия, и санкции бы не были введены против России. Он был при Обаме, точно на этой же должности. И Обама не дал ни летального оружия, ни денег, ни санкций не вел против России, ничего. При Трампе он сделал. Но неважно. Эти политологи, я с ними, с этими гениальными людьми я спорить не буду. Им лучше знать. Но я считаю, что Корт Вокер был прекрасный человек. Он был, правда, за Украину. Но так как я уверен, я не знаю, у меня нет доказательств, но я уверен, перед разговором с президентом Зеленским президент Трамп консультировался с ним, потому что он был как бы этот украинский гений про Украину. И, наверное, он принял его какие-то советы или еще что-то во время разговора использовал это, поэтому теперь Вокер замешан в этом скандале. Но ему, человеку, который уже много так и сделал, ну, наверное, ему надоело. Вот в этом болоте. Потому что он, правда, человек чести. И он идет. Единственное, что хорошо в этом, что он теперь сможет давать показания. Я уверен, что он даст правильные показания. Теперь он расскажет все. Он расскажет правду. Это человек, который не врет, не виляет. Прекрасный дипломат, но в то же время он прекрасный. Он такой честный. Как вы думаете, на его место придет кто-то другой? То есть эта должность сохранится? Потому что есть такая информация, что Майк Помпео может занять это место. То есть он будет совмещать? Совмещать. Может быть, да. Может быть. Конечно, у генсекретаря Госдепа много, чем надо заниматься, и Украина не будет приоритетом у нас Ирана. Да, мы с вами неоднократно об этом говорили. Да, у нас Ирана, у нас Ирная Корея, у нас Саудовская Аравия, у нас Средний Восток, у нас много проблем. У нас Ирак, много, чем Венезуэла. Поэтому Украина не будет приоритетом, а у господина Вокера это был приоритет. Конечно, лучше бы, чтобы заменили кем-то, таким, как Вокер. Я вас понял, я вас услышал, и к другим темам будем переходить. Вчера на брифинге президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что Украина согласовала так называемую формулу Франк-Вальтера Штайнмайера касательно проведения выборов в оккупированном Донбассе. И действительно, если мы сейчас будем анализировать все то, что пишут, и в средствах массовой информации, и просто в различных социальных сетях, то можем увидеть разные настроения. Говорят, что Украина капитулировала. Даже об этом говорил Андрей Пянтковский, что Украина согласитесь на эту формулу, значит, произошла капитуляция. И действительно, и оппозиционные многие политики говорят о том, что Украина пошла на поводу у России. Единственное, что следует отметить, вчера Владимир Зеленский сказал, что никаких выборов под дулом автоматом не будет и быть не может. Вот что вы думаете об этом все? Опять же, я не хочу вмешиваться в ваши внутренние дела. Это ваше дело подписывать этот документ, не подписывать этот документ. Я только могу прокомментировать то, что если господин Пянтковский это сказал, то да, вам надо поднять руки и уже идти сразу на восток издаваться в Экатапеллист. Подумаешь, что он сказал? Ну и что, что он сказал? Откуда вот он знает? Он много чего говорит. Не знаю, он себя называет экспортом каким-то или там или многие люди, но пишет он книжки, пишет диссертации. Интеллектуал. То, чего я не могу сделать. Но я могу... Мы видим фотографии акции, которые сейчас, я так понимаю... Ну, я бы хотел, чтобы заместо этого мне объяснили, что значит документ-формула. Я вот... Вы когда-нибудь слышали такой документ-формула? А формуле Штенмайера мы слышали неоднократно, но столько разночтений ее существует. Нет, вот документ. Есть документ там договор, есть документ резолюции, есть документ меморандум, есть сразу... Формула я никогда не слышал. Вот я первый раз... Ну, как отдельного документа, да. Как отдельный документ-формула. Такое впечатление, что господин Штенмайер, так как его имя выговорить очень тяжело, он придумал новую формулу, теперь это его имя будет на устах всех, и будет легко выговорить эту... Что это значит? Вот я, например, абсолютно не понимаю, что это за документ и что он означает. Гарри, знаете, вот многие говорят... Вот если Пинковский может... А Штенмайер вообще в курсе, что он придумал какую-то формулу? Может, он вообще не в курсе? Он, может быть, с Будуна это, по-моему, сделал, и теперь он сам... Вместе с Лавровым. Он, да, сидят, считает, а господин Пинковский, такие как он, говорят, к чему это приведет. Не говорите, к чему это приведет, объясните, что это значит. Если вы такие умные, объясните, что это за документ-формула, к чему этот документ обязывает, как документ-формула. Я никогда... Если бы это был меморандум, договор... Я, например, сижу, часто объясняю, что такое был меморандум, что такое гарантия, которую дали по ядерному оружию. Но вот это я не понимаю, я не знаю, что это. Такое, поэтому комментировать про это я считаю глупо. А так вот по-человечески, что я думаю, какая разница, что вы подпишете с Россией? Она все равно это не будет выполнять. И вы можете не выполнять. Все документы, все, что было подписано с Россией, это все было глупости. Единственное, что я хочу прокомментировать, это то, что мне понравилось, как ваш президент выступил в ООН. Почему? Опять же, я не комментирую про него, я про себя комментирую. Потому что он назвал вещи своими именами, и он сказал очень такую для меня важную вещь. Он сказал, что если вы думаете, что эта война с Россией, которая у нас происходит, только имеет отношение к Украине и к украинцам, то вы ошибаетесь. Она придет к вам ко всем. И вот для меня это было... Почему я здесь? Меня часто спрашивают, получаю ли я деньги за это. Нет, я не... Преказ значит, что не знаю, какие мои выступления, я не получаю никаких денег. Даже в Ютубе то, что выставляются мои ролики, мне Ютуб не платит за это. Потому что я вот здесь, потому что я верю в то, что сказал ваш президент. Если кто-то думает, что эта война только здесь будет, это неправда. Она уже пришла к нам с политической точки зрения. Сегодня говорят... Я слышал, опять же, я не... Говорю, что ваш генпрокурор был там честным человеком. Вообще, такое понятие генпрокурор, честный человек в регионе, сложная вещь. Но теперь, оказывается, есть какие-то документы или говорят об этом. Я не знаю. Но уже идет разговор, что была спецоперация демократической партии, чтобы Шокина сделать коррупционером, чтобы его сделать бандитом, чтобы сделать... Да, есть такие разговоры. Да. И вот в этом надо разобраться. Потому что я знаю, что многие люди мне пишут, что ты защищаешь. Я его не защищаю. Я говорю, что просто наш вице-президент не имел права его увольнять. Это была ваша задача его увольнять. Или давить на кого-либо в Украине, что нужно его гулять. Но это не задача американцев. Но это не демократия уже. Да. Это не демократия. И поэтому, когда уже начинаются такие расследования, в этом и есть демократия, что это надо расследовать. Люди все равно... Многие будут верить, что они верят. Что Трамп клоун или дурак, Зеленский клоун, там Шокин коррупционер. Все равно... А некоторые не будут в это верить, какие бы доказательства ни было. Но расследовать это все равно нужно. Потому что явно тут происходило что-то нечистое. что-то неправильное. Узнаем ли мы эту правду? Узнаем ли мы то, что на самом деле происходило? Вот в чем вопрос. Должна быть политическая воля. И ваши политики должны будут принимать непопулярные решения, чтобы это решить. Если это все будет построено на коррупции... Это непопулярные решения. Это какие решения, на мой взгляд, в контексте этой проблемы? Расследовать коррупцию. Была ли это коррупция? Не было ли этой коррупции? Сколько? Как? Что здесь делал сын Байдена? Почему Байден настаивал на увольнении вашего генпрокурора? Из-за коррупции или из-за своего сына? Много расследовать таких вещей нужно. Были ли подделаны документы против управляющей штабом Трампа во время выборов? Кто курировал штаб Трампа во время президентской кампании 2016 года? Кто возоблял его в штаб? Вам лучше оставить. Нет, его посадили в тюрьму, потому что он у Януковича... Пол Манафорт. Пол Манафорт. Было ли это, правда ли, не было? Были эти документы поддельные? Нет. Сейчас говорят, что это было поддельное. Расследовать такие вещи, конечно, нужно. Нельзя просто так брать и с судьбами людей распоряжаться. Не знаю, правда ли это или неправда. Я только могу... Я знаю на своем уровне, что если даже никакого там коррупции не было и суд ничего не докажет, то конфликт интересов происходил. По-любому конфликт интересов был между Байденом, его сыном и компанией, на которой он здесь работал, и правительство, которое здесь находилось. Конфликт интересов существовал. Там замешано много. Там замешаны наши посольства. Ну, все. И если мы хотим бороться с коррупцией, то рыба гниет с головы. Надо это расследовать, надо разобраться. И не разберем. Маршал Жуков очень жестко относился к мародерам. Он расстреливал мародеров на месте, приказ был. Но мародерство не останавливалось. Почему? Потому что он сам был мародером. Вот пока с головой, с самими собой не разберемся, народ, с народом ничего не получится. Они не будут делать то, чего верхушка сама не делает. Это такое мое мнение. Гарри, спасибо вам за ваше мнение. Хотелось бы от... Я знаю, что вы через несколько дней возвращаетесь к себе домой в Соединенные Штаты Америки. И от всего нашего коллектива. И также от зрителей. Я могу сказать, что многие зрители Политека Онлайн вас полюбили. Поэтому хотелось бы поблагодарить за ту серию наших встреч, публичных разговоров, которые имели место быть. И мы с нетерпением ждем вашего возвращения в Украину. Спасибо. Да, приезжайте. Будем рады вас видеть. Я считаю, что Политека это очень хороший канал, который, я считаю, его независимым. Почему я тут люблю выступать. Вы или мы с тобой, но ты уже никогда не говоришь мне то, что ты хочешь слышать, что я должен говорить. Меня это расслабляет. И я говорю то, что я думаю. А если я не вернусь, то считайте меня жертвой демократической партии. Надеюсь, что вы все-таки вернетесь. Спасибо вам еще раз. Спасибо. Гарри Юрий Табах, капитан первого ранга военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в отставке, был гостем студии Политек Онлайн. Оставайтесь вместе с нами. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе. Если вы хотите финансово помочь нашему проекту, пожалуйста, более подробная информация есть в описании к этому видео. Спасибо вам еще раз. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!